В составе казачьей дружины мы патрулируем Станицу Кущевскую, также по закону 1539, это появление несовершеннолетних до 10 часов вечера. У нас три дружины, очень хорошие ребята, замечательные, многие прошли горячие точки. А беспорядки какие-нибудь удается устранить? Конечно. Беспорядки, безусловно. Ну вот, например, какой-нибудь случай из последнего? Ну-то и распитие спиртного, и появление в общественном месте, выражение нецензурной брани. И тогда привлекаете милицию, да? Ну, почему привлекаете? Мы работаем с сотрудником милиции. Казаки сотрудниками милиции мы работаем. То есть мы зафиксировали факт, а там уже на смотрение, как говорится, милиционера. Выявляет личность, доставляет его в отдел, там с ним уже проводят работу. А покажите, вот у вас плетка, да, вот такая вот, это орудие труда или что? Это традиционное... Это не орудие труда. Казачьи. Да, это, можно сказать, уже народный этнос казачий. Вот, мы без нее никуда. Но это как часть формы или все-таки применяете по назначению? Ну, честно вам сказать, применяем иногда, но это бывает очень крайний случай. Вот. Ты не говори, тут сколько закиплетка вьет. Нет, просто колорит вот добавляет. Ну, это как орудие, будем так говорить, защиты. Да, самообороны. Средство индивидуальной безопасности, можно так сказать. Так, да. Да, вместо электрошока вот... Ну, да. Она очень впечатлительно выглядит и как бы... Лучше ее не пробовать. Да, лучше ее и не пробовать, и как бы не применять. Ну, казаки не всякие скажут, что казаки бьют. Это просто, да, для безопасности казака. Потому что у него больше спецсредств никаких нет. Да. Вот только плетка казачья, и все. Ну, а расскажите какой-нибудь случай, когда вот пришлось вам как-то вмешиваться в ситуацию. Задержание или как? Ну, да, задержание. Ну, почему, когда узли, то на вокзале наркомана вот брали, дедозина этот самый. Это давно было? Это уже года, года полтора, наверное, было. Просто проезжали по маршруту, видели, идет человек, ну, как, поведение неадекватное такое, пошатый, то остановили, попросили представиться, кто как, ну, вот, смотрим, начал волноваться что-то. Ну, сотрудник милиции с нами, может быть, все. Здесь при личном досмотре, провели личный досмотр, чтобы на предмет ношения оружия там или наркотики. Ну, и вот, полусапожки было обнаружено вещество зеленого цвета, схожее с марихуаной. Ну, и человек был доставлен. Вот, возбудили дело по статье 6.9, незаконный оборот наркотиков. Благодаря казачеству, вот, я в армии себя чувствовал довольно-таки прекрасным, вот, поскольку до армии военная подготовка в училищах, в школах очень хорошая, да, не спорю, но здесь, в казачьем обществе, идет на это очень большой уклон. Вот, опять-таки, это строевая подготовка, вот, сборка-разборка автоматов, да, это знакомство с оружием полностью, вот, метание ножей обязательно, да, вот, что еще. Вот, также изучение званий, что немаловажно, да, вот, и, как бы, строевая подготовка, повторюсь, физическая подготовка. И, как бы, благодаря казачеству я чувствовал себя прекрасным. Ну, и как пополнение, насколько Вы считаете, находите они подготовленные и морально, и физически? Очень грамотные ребята, они впитывают все, как губка, абсолютно. Ну, желание идти в армию есть у них? Они стремятся, да. После этого они стремятся. Буквально, вот, даже такие случаи были, что, когда молодой парень просто гулял, ходил, бродил по улицам, вот, я ему просто предложил, говорю, поедем с нами, вот, на сборы на казачьи. Он поехал, посмотрел, сказал, да, спасибо огромное, вступил в казачество, и потом он показывает себя только с хорошей стороны. Но он просто уже живет этим, понимаете.